И здесь Максим очень элегантен на льду. Да, конечно, владение коньками у партнёров разное, но фантазия, вот эта пара вместе с Александром Жулиным, фантазию демонстрирует просто очень высокого уровня. Прям не единый. Пойдёмте, а посерединке можно? Ну давай, давай. Классно, классно. Мы очень сильно на университет, поэтому главное, ну и так, мы откатили, мы сделали всё. Нет, просто реально красивый номер получился, очень мало в лай вам пошло. Мне нравились его какие-то. Анастасия Волочкова, Максим Аринина, оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. 5-9, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, средний балл 5,98. Шуриков вдруг, она 7,6. Общий балл 11,98. В домере было всё. И проникновенная поэзия Цветаевой, и трепетная музыка Марка Минкова, и мощное исполнение Аллы Борисовны Пугачёвой. Но вот чего-то не хватило. Яна, что вам не хватило? Я готова быть освистана сейчас с народом, но, но, послушайте. Ну, послушайте. Я, как зритель, имею право на эту оценку, и каждый из вас тоже имеет право на свою оценку. Просто. Подождите, подождите. Я поставила 6-0 за артистизм, вернее, за технику, и в этом нет никаких сомнений. Техника была блестящая, что неудивительно при подготовке Насти, потому что здесь ни одного косяка, как говорится. Всё откатано идеально. Где же вы нашли косяк в артистизме? Что касается артистизма, знаете что? Когда я первый раз услышала эту песню, я рыдала. Я не могла себя остановить. Мне было непонятно, что со мной происходит. И это может быть благодаря вот этому уникальному сочетанию, когда певица находит своего композитора. Как и получилось у Аллы Бугачёвой с Марком Минковым. Ведь «Летние дожди» — ещё одна потрясающая песня. Не отрекаются любя. А что ни песня, то вот стопроцентное попадание. Вы знаете, мне просто показалось, что в этот раз песня была сильнее, и я больше следила за песней. Вот и всё. Песня победила. Спасибо, Яна. Валентин Николаевич, Вам, видимо, понравилось всё, и мы сейчас услышим новый комплимент в адрес Анастасии. Вы знаете, Ира, что хотел бы сказать. Конечно, им очень здорово помогла Алла Борисовна. Я вот согласен с Яной. Что касается катания. Вы знаете, я всё время искал. Думаю, ну где, за что зацепиться, чтобы хотя бы на одну десятку, не 6, но опять 9 поставить. Но когда Анастасия исполнила здесь на колене вращение, которое я вообще не видел никогда, но я не мог ниже шестёрки поставить, они действительно очень оригинально исполнили несколько поддержек. И вообще, должен сказать, что от программы к программе пара всё вот совершенствуется и совершенствуется. Просто молодцы. Татьяна Анатольевна, ребята сегодня наконец-то выстрелили. Мы долго ждали от них этого прекрасного катания. И сегодня, по-моему, они показали всё, на что способны. Я думаю, как раз, что сегодня они соответствовали и стихам Марины Цветаевой. И они проникли в эту музыку. И они жили вместе с Пугачёвой в этой музыке. Я думаю, что для Аллы Борисовны слова сегодня, и этой песни, и всех её других, сложились в одно, в это кошмарное состояние, которое её семья переживает сегодня. В связи с тем, что я тоже пережила и переживаю ещё такую же трагедию в своей семье, только об этом я, ну, никто не знает. И я почти потеряла уже на этом деле свою сестру, свою мать. То я хочу сказать, пользуясь случаем, держись, Алла. Очень сложно выиграть любой процесс, даже самый справедливый в нашей стране. А ребята сегодня тебе как подарок с этим номером. Настя, ты балерина. Это, я понимаю, что для тебя, наверное, из всех наших участников самый сложный вопрос поверить своему партнёру, потому что ты знаешь, что это такое. И что такое ошибка партнёра не понаслышке. Как? Как вы успели так быстро, так сказать, вот это обрести чувство и стать такой идеальной парой? Ну, вот потому и успели, что у меня самый лучший, самый красивый, самый надёжный партнёр. И я не сомневаюсь ни секунды. И вы знаете, на самом деле я... Мы не ждали оценок 6-0. Это нонсенс. Если нам все поставят 6-0, это надо будет писать в какой-то отдельной книге. Но я благодарна Татьяне Анатольевне за её слова, потому что, вот честно говоря, беря эту песню очень серьёзно, это реквиум, песня Пугачёвой, я беспокоилась о том, что Татьяна Анатольевна опять скажет, что голосу Пугачёвой никто не может соответствовать. И уж, Татьяна Анатольевна, от вас услышали, что у нас получилось. То есть это нам подарок. Спасибо вам большое. Да, это правда. Это нам подарок, что у вас получилось. Максим, наверное, тебя нужно поздравить, что ты наконец-таки в ледниковом периоде нашёл для себя идеальную партнёршу. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Да, да, я нашёл, нашёл это. Хорошо, я отвечу за тебя. Идеальное владение телом, когда просто в шпагате можно и кататься, и выгибаться, и ещё просто кверх ногами висеть, ну и так далее. Продолжи. Просто я хотел сказать, что идея того, чтобы взять эту музыку, принадлежала Насте, и от себя я чувствовал ответственность, что мы не можем плохо кататься под эту музыку. Номер нам дался очень тяжело. Мы по 10 раз ругались, смирились, спорили, но в итоге, благодаря совместной работе с Александром Жулиным, Игорем Маршаляком, Настей и моей работой, мы увидели все результаты. Спасибо за тёплые слова. И, уважаемые зрители, давайте не будем отнимать у наших судей свободу самовыражения. И я хочу сказать, что хочу поблагодарить за эту оценку. Почему? Потому что если бы сейчас, не достигнув ещё середины проекта, мы бы получили все шестёрки, тогда не было у нас стимула. У нас остаётся стимул, совершенство, стремиться к лучшему. Поэтому спасибо за эти оценки.